здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы разберем вот этот вот кардиган я его связала но мастер-класс не делала ну вот решила что эта модель заслуживает нашего внимания и я хотя бы вот в таком вот формате должна сделать такой мини мастер-класс вот я кстати сфотографировала этикетку хочу поблагодарить всех моих подписчиков помогающих мне с пряжей вот это эту пряжу конкретно вот эту вот буклированную мне пришла большая посылка с италии от людмилы большое вам спасибо вот там очень много еще будет это имя фигурировать еще мне присылали с германии тоже огромное спасибо всю пряжу которую я буду использовать я буду озвучивать откуда она потому что случилось так что у меня накопилось ее много вот и викуля тоже спасибо из италии благодаря ей тоже очень много всего классного итальянского стока так что девчонки у меня у меня праздник жизни поэтому я решила что мне же надо использовать эту пряжу вот я буду вязать я возобновляю свой магазин эти и я попробую продавать вот и вы будете за этим следить вот как раз у нас на носу сезон вот и посмотрим что из этого получится но пряжа вся классная поэтому соответственно и вещи должны быть классные из этой пряжи в общем сейчас так как пряжа была черная я не снимала потому что мало того что вам не видно мне не видно было потому что сейчас я все расскажу я расскажу тут как бы делаю и показывать то ничего потому что все все вот детали кроя все квадраты прямоугольники абсолютно все вам расскажу покажу вы свяжите на свой размер как захотите вот в общем свяжите вот так как пряжа буклированные я вязала жемчужным узором который я уверена вы все прекрасно знаете но даже я вот сейчас сижу в своих очках таких которых я читаю и я не вижу петель ну вот разве что вот так вот разделить и все равно трудно посчитать поэтому не ориентируйтесь на на мою как бы хотя возможно ориентируйтесь на сантиметры да если вы приблизительно моей комплекции если не а говорю как как это подкорректировать значит давайте начнем с пряжи вот буклированная пряжа вот ее этикетка вот фирма это и состав не знаю что это 80 процентов я так понимаю который 17 полиэстер это я так понимаю и 3 процента по моему мнению эластан девчонки если кто-то умеет вот эти иероглифы расшифровать объясните мне пожалуйста состав на ощупь безумно примет приятная она такая шелковистая она такая приятная просто сейчас 30 градусов я подожду прохладной погоды чтобы вам на себе снять вот я быстренько отдела и быстренько сняла потому что она ко мне он ко мне приклеился этот кардиган значит вязала я в два сложения сейчас выведу на экран я я его взвешу вот сколько у меня ушло на мой размер я у нас размера от 44 до 48 я бы так сказала но ориентировалась я на свои бедра бедра у меня сто сантиметров смотрите пять сантиметров всего добавлено то есть модель у меня не оверсайз в конце увидите на мне фотографию вот такая вот и симпатичная как бы ну классно она получилась вот я даже не ожидала благодаря тому что шелковистая такая пряжа и и что касается пряжи если вы будете подбирать другую пряжу вот то плотность вязания у меня 22 петли в 10 сантиметров ряды я вообще не в состоянии было посчитать я даже две полочки вязала вот так вот прикладывала друг другу и вязала вверх и полочку к спинке потому что я не в состоянии было рассчитать ну посчитать ряды вот насколько полотно получается такое такой мишка еще расскажу жемчужный узор вот буклированная пряжа и при ней вот ничьи никаких как бы обвязок отделочных швов ну как бы вот здесь вот каких-то замудренных кромочных ничего я не делала вот единственное что я сделала шов на лицевую сторону чтобы как бы чем-то его этот кардиган облагородить вот карманы значит что по деталям спинку набрала плюс 5 сантиметров в виде ориентировалась на бедра набрала 55 сантиметров это у меня получилось 121 петля почему 121 везде у меня фигурирует вот это одна почему потому что вы жемчужный узор он как бы чтобы но это я так изначально думала но уже этой версии придерживалась если у вас пряжа будет не буклированная то для вас эта информация будет важная потому что чтобы допустим начинался ряд и заканчивался на лицевую петлю или на изнаночную вот так чтобы стыке были красивыми буклированная пряжа это ничего не 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 важно девчонки так вот что не сказала спицы четыре с половиной миллиметра и пряжа по моим как бы предположением где-то 220 280 метров 100 граммах что пока по узору третий раз повторяю жемчужный узор но выбирайте так если меняйте узор если у вас мне было все равно мне важно было чтобы полотно выглядело с обеих сторон одинаково вот этот лацкан чтобы хорошо у меня выглядел вот что хотела сказать что узор обязательно выбирайте двухсторонний либо не двухсторонний а так чтобы красиво смотрелся и с лицевой стороны и с изнаночной чтобы если вот этот лацкан отвернется на лицевую сторону то изнанка смотрелось как бы как отделка да ну красиво вот вязала высоту вот визуально как к себе прикладывала и все для передней детали я вот эту часть разделила пополам вышла у меня по 60 петель и плюс вот 10 петель на запах то есть 60 плюс 10 это 70 ну и вот эту вот петлю тут перенесла отсюда да скажем так вот рукав опять же я три раза набирала я хотела ровный без никаких добавлений то есть это прям прям уголик а высота передние детали как спинка ничего нового вот рукав 81 петля 37 сантиметров передней деталь 32 сантиметра потому что здесь у нас запах и высоту 40 сантиметров все одинаково жемчужным узором никаких резинок ничего то же самое карман 36 петель 18 сантиметров два кармана и пояс пояс я вязала вот так вот я набирала вики с 13 петель и вязала пока и и мерила на себя вот сколько мне нужно так такой способ он самый оптимальный потому что вы по себе определяйте длину пояса потому что нам всем ну как бы нужна разная длина вот если допустим вы будете вязать длинное пальто что очень просто связать по вот этому методу то и пояс соответственно вам нужен длиннее нам потом что я сделала пришила карман я вам сейчас фотографиях все показываю для того чтобы вы понимали сам ход моих событий по деталям одна спинка две передние дали два рукава два кармана один пояс вот все в прямоугольниках не ничего как бы никаких нюансов вяжем квадратики и наслаждаемся идеально на пляжике вот повязать такое вот потом пришила карманы далее пришила вот сшила плечевые швы переднюю деталь и заднюю я положила сшила плечевые швы что хотела вами это где у меня какой сантиметр без однушечки так значит у меня здесь 22 здесь 22 то есть на плечо у меня сшита зашита 22 44 и здесь у меня 11 сантиметров не петель то есть вот нигде никаких скосов так далее сшила классика сшила плечевое плечевой шов потом пришила рукава вот все все свой вот они красивые наверх и они кстати в этой модели в буклированном именно варианте очень даже кстати мне очень нравится вот такой вот такое оттенение модели вот сшила боковушки все девчонки все вот и все очень быстро связала за два часа это все сшила можно крючком здесь модель позволяет крючком как бы сшить все это вообще три минуты дело я сшивала иглу хотя пожалела надо было крючком быстренько шить но да ничего вот вот такой вот кардиган а а теперь вот досталось только вам показать на себе вот я думаю он для всех я вам говорю вот одна мерка попу померили и потом все прикладывайте на себя вот единственное что скажу следите за тем чтобы не был широкий очень рукав хотя если бы вы будете делать оверсайз вот такой вот кардиган то и широкий рукав там подойдет в общем основывайтесь на свою интуицию вот такое вот видео у нас скоростное сегодня девчонка ну я думаю все понятно тут разве что показать как набирать петли как закрывать но ну зачем тут сам принцип прямоугольников и все как бы больше больше и больше ничего красивая пряжа красивый узор и вперед шикарная вещь вплоть до того что из остатков можно сообразить так все демонстрируем вот он красавчик прошу прощения за то что на себе пока не сняла но все будет в шурт следите за каналом потому что сейчас очень большая жара и мне сложно его на себя одеть вот правда вот я думаю удачная модель хорошо получилось тоже конечно видно не очень хорошо потому что черные ну вот как есть вот я с вами прощаюсь всем пока пока